Во сколько воспользовались такси? Время? 10.15? Сотрудник регионального административно-транспортного контроля составляет протокол. Поездка на легковом такси для сидящего рядом пассажира окончательно сорвана, а виной всему водитель. Очередной рейд по поиску нарушителей сотрудники 2-го территориального отдела Министерства транспорта Московской области, ГИБДД и администрацию округа организовали на улице Бороварская. Выявили двух граждан, осуществляющих перевозку такси без специального разрешения. В отношении тех лиц, которые мы сегодня задержали, в принципе, это касается любого гражданина, который занимается незаконным перевозкой граждан легковым такси. Предусмотрены санкции, предусмотрены кодексом оцервативных правонарушений. Водитель мало того, что получает штраф, он теперь поедет на стоянку, чтобы забрать конфискованный автомобиль. Действия инспекторов четко прописаны в кодексе об административных правонарушениях. Подмосковные такси обязаны соответствовать установленному законам внешнему виду. В Московской области это белый цвет, по борту желтая полоса, а также наличие шашечек на непосредственном крыше автомобиля. Водитель, который нарушил правила перевозки, заплатит в казну 7 тысяч рублей. Пассажиры, пользующиеся услугами нелегалов, рискуют большим. При перевозке такси в нелегальном такси у пассажира отсутствует какая-либо страховка. Соответственно, люди, которые занимаются данной деятельностью, не проходят технический осмотр ежедневный и, соответственно, медицинский осмотр. То есть вы подвергаете своей жизни опасностям. В мобильном приложении «Добродел» появилась кнопка «Народный инспектор», с помощью которой пассажир может сообщить о нелегальном такси. Так жители Московской области могут внести свой вклад в очищение рынка перевозок от предприимчивых бомбил. Михаил Налютов, Щелковское телевидение.